Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разбираться в лабиринте жизненно важных проблем и находить правильные пути их решения. Итак, заботитесь ли вы о себе? На этот вопрос каждый ответит по-разному. Кто-то скажет, что, конечно, забочусь, кто-то ответит, что мне не до этого, я очень занят, ну а кто-то с удивлением спросит, а что это такое заботиться о себе и вообще для чего это нужно? Между тем, современные психологи утверждают, что неумение или нерегулярная забота о себе приводит к болезням, депрессиям, психологическим проблемам и ухудшению качества жизни не только самого человека, но и его самого ближайшего окружения, его родных и близких. Что же такое забота о себе и как научиться правильно заботиться о себе? Об этом наша сегодняшняя программа. У нас в гостях автор программы «Клуб заботы о себе» и известный психолог и писатель Александр Державин. И сегодня мы продолжаем третью программу этого цикла, которая будет посвящена стрессу и отдыху. Здравствуйте, Александр. Правильно я сказала? Абсолютно верно. Сегодня у нас уже, скажем так, заключительная часть нашей трилогии. Да, абсолютно верно. И стресс, и отдых – это как две стороны одной медали. Где стресс, там сразу появляется потребность в отдыхе. Поэтому мы будем говорить в связке о том и о другом. Да, и, конечно же, в этом контексте вот забота о себе, да, что такое как бы стресс, забота о себе, да и вообще, давайте напомним основную концепцию вашей программы «Клуба заботы о себе», что это такое и что является главными принципами, скажем так, этой программы. Концепцией моей программы «Клуб заботы о себе» является то, что человеку необходимо каждый день заботиться о себе. И это не эгоизм, как мы выяснили. И мы говорим именно в контексте заботы о своем теле, о своем организме, о своем здоровье. И заботиться необходимо каждый день. Каждый день мы чистим зубы, но также каждый день необходимо соблюдать индивидуальный режим в питании, индивидуальный режим в двигательных нагрузках. И мы говорили о том, что движение бывает бытовое, бывает обеспечивающее, и каждый день необходимо управлять своим стрессом и соблюдать режим активности и отдыха. Это очень важно. Итак, забота о себе – это правильное питание, о котором мы говорили в первой программе. Вторая программа – правильное движение, которое нужно выбрать индивидуально для себя, и тут для всех общие правила не действуют. И третий сегодня – это стресс и правильный отдых. И правильный отдых. И давайте поясним всем зрителям, что правильное – это значит индивидуально подобранное. Нет критериев правильности. Для всех. Правильность для всех. Для всех. Есть та правильность, которая определена вами самими. А вот что это значит «вами самими»? Это значит, я питаюсь, и мне добавляются силы. Я двигаюсь, и мне добавляются силы. Я управляю стрессом, точнее, я не принимаю эту стресс-нагрузку. или я вовремя, своевременно отдыхаю, и у меня добавляются силы. Появляется второй принцип моей концепции программы «Забота о себе». Это то, что мы всё время энергию должны пополнять, восполнять, а не растрачивать. Давайте повторим для наших телезрителей, кто, может быть, не смотрел первую и вторую программу. Вот по питанию, какие основные, основополагающие принципы вы используете? Итак, первый принцип – это норма питания. Первое – она определяется личным ощущением человека и его потребностями. Второе – мы едим не тогда, когда хотим, а когда захотим. Это значит, мы едим тогда, когда есть потребность организма, когда под ложечкой сосёт. Третий принцип – питание очень важный – это аскетизм в питании. То есть питание должно быть простым. Как мне говорят, ну что, отварная картошка и огурцы? Я говорю, да. Вот лучше отварная картошка и огурцы, чем пять перемешанных салатов. Что-то там, да, такое вот сложное блюдо. И следующий принцип питания – это умение получать удовольствие не как психологическое удовольствие, а именно как удовольствие насыщаемости этой пищи. То есть если вы почувствуете, что вам достаточно, и у вас появляются силы и энергии от того, что вы поели, у вас не кружится голова от того, что не хватает сахара, у вас слабость уходит, то тогда это правильное питание, оно для вас. Именно та норма питания ежедневная, тот режим вы соблюли, который необходим именно для вас и именно сегодня. Но какие-то небольшие нарушения можно делать? Говорят, что придумали так называемые чек-ины, да, то есть когда человек, допустим, шесть дней он питается правильно, а на седьмой день он немножко позволяет себе, ну, немного отходить от основных там правил, и, ну, я не знаю, там, может быть, съесть там конфету, или, не знаю, там, дольку шоколада, или, ну, я не знаю, выпить там стакан Кока-Колы, все что угодно, все что из вредного. Вот смотрите, следующий принцип, да, о котором важно сказать, это качество питания. Мы говорили о норме, мы говорили о аскетизме, а сейчас очень важно сказать о качестве питания. Вот еды должно быть немного, но она должна быть качественная. То есть можно нарушать, но с качественной едой и с немного. И помнить о том, что осознанное питание, принцип осознанности в питании, он заключается в том, что мы задаем себе вопрос, созидает нас эта еда или она нас разрушает? Вот мы ее едим, мы становимся сильнее и здоровее? Или мы теряем свое здоровье, и мы становимся слабее? Потому что мы после этой пищи хотим спать, мы плохо спим, мы плохо пробуждаемся, потому что она всю ночь переваривается, эта пища не может перевариться, потому что там, например, очень много каких-то неполезных для организма веществ в составе этого продукта. И человек сам делает выбор, но он должен понимать, делая этот выбор, что в дальнейшем придет время расплаты за это питание, потому что организм начнет страдать, начнет стареть, начнут появляться какие-то симптомы, связанные с нашей ЖКТ-системой, желудочно-кишечным трактом. Поэтому, конечно, можно. Можно кусочек торта, можно чипсы, можно жареную свинину жирную есть, и баранину, можно пить пиво литрами. Это не реклама, но мы это везде видим. У нас же не запрещена продажа этих продуктов питания, как, например, сигарет. У нас не стоят же закрытые решетки. А значит, человек почему-то думает, что нормой жизни является измененное состояние сознания, когда он употребляет алкоголь. А ты эффективен, ты можешь принимать правильное решение на работе, в семье, когда у тебя измененное состояние. Вот здесь очень важно в осознанном употреблении всего, что входит через твой рот и попадает в организм, задавать себе вопрос. Вредит мне это? Вредно это или не вредно? Или не вредно. Хорошо. Теперь по поводу движения. Какие здесь основные принципы? Мы разделили все движение, которое у нас происходит в жизни, на бытовое, обслуживающее и обогащающее, обеспечивающее, которое нам дает силы. Обычное понимание о движении. Что вот я двигаюсь, я живу, я расходую, и вроде как я двигаюсь. Но на самом деле это движение не имеет лечебного характера. Точно так же, как и питание бывает лечебным, и можно избавиться от ряда симптомов, точно так же и движение может нам помогать и помочь нам избавиться от ряда симптомов. Почему? Потому что физиологическая нагрузка усиливает метаболизм в организме. То есть у нас все начинает более активно работать. Если стоячая вода в озере начинает тухнуть, точно так же стоячий организм начинает киснуть. И заболевать. И заболевать. Совершенно верно. Поэтому для чего нужно движение? Для того, чтобы у нас постоянно шел обмен. В нашем организме происходила циркуляция. Поэтому первый принцип. Наше обслуживающее движение нужно сделать рациональным. Хоть как-то скомпенсировать эту затрату. Что значит рациональное? Мы с вами говорили о разных типах. И цельный человек всегда знает, куда он расходует энергию. Если он имеет ответ на вопрос, куда он движется в этой жизни, он имеет ответ на вопрос... Вы говорили о прогнозировании... Куда он движется? О прогнозировании движения дня. Прежде чем тебе выйти и приступить порог дома, ответь на вопрос. А как эти движения решают... Зачем я туда иду? Зачем я туда иду? Как они решают мою задачу, которую я перед собой ставлю? Зачем я это буду делать вообще в своей жизни? Конечно, можно, например, сходить в магазин. Сначала за молоком, потом за хлебом. И все это будут разные визиты. А можно за один раз сходить и все разом купить. И вот иногда жизнь человека напоминает вот такую многоходовость. То есть он сходил, ой, а я забыл яйца купить. Снова пошел в магазин. Ой, а я забыл сыр купить. Он пошел. Ой, а я забыл кефир. Так ты собери мозги в кучу. Может, ты одним разом все это сделаешь? Конечно. И тогда это будет более рационально. Поэтому первый принцип в обслуживающем движении – это рациональность и целесообразность вашего движения. Хорошо. Далее, следующий принцип. Мы всегда должны понимать, что в нашей жизни должно быть обеспечивающее движение. То есть то движение, которое нам поистине дает силу. Мы с вами разобрали несколько техник. Это ходьба со скоростью больше, чем 5 км в час в лесу. Второе – это движения, которые напоминают нам разные наши движения наших прародителей. Это пахать, сеять, ткать и так далее. То, что мы можем поделать дома. Следующее – это движения, которые, как я называю их, поклоны. 10 поклонов, когда мы встаем, ложимся, встаем, ложимся полностью на пол, животом, на резиновом коврике или на ковре мы делаем дома. И ходьба на коленях. Это вот самое элементарное, мы просто напоминаем. Конечно, если будет в вашей жизни мастер, инструктор, тренер по йоге, по цигун или по тяжелой атлетике, например, если вы решили заниматься, и это подходит вашему типу, то лучше начинайте входить в какой-то вид спорта в сопровождении. А если вы пришли в фитнес-клуб, обязательно первым делом пройдите фитнес-тестирование. Оцените свой физиологический статус. Потому что у вас разный возраст, у вас разные особенности, какие-то хронические заболевания. А если это сердце, какие могут быть нагрузки в спортзале? Сделайте кардиограмму. Вообще, я всем рекомендую сделать кардиограмму. Потому что очень важен показатель, сердечные показатели, прежде чем брать такую... Чтобы не умереть в спортзале. Конечно. Поэтому мы для чего туда? Мы для того, чтобы у нас добавились силы или убавились, или вообще иметь какое-то повреждение. Как, например, многие начинают заниматься бегом, не подбирая правильную обувь. Ой, вывихнул, подвернул. А тебе оно зачем? Вывихнул, подвернул. Например, мениск. Это же очень сложный орган. Вот. Поэтому, Татьяна, здесь, понимаете, заботя о себе, вот это каждый день и индивидуально подобранное. И чтобы оно давало силы. Вот если коротко про концепцию, возвращаясь к ней. И не все спортзалы как один, да, то есть тягать вес, а именно выбирать спортзанятия. Не ориентируйтесь на друзей. Да. Не ориентируйтесь на рекламу. На свой тип характера. Не ориентируйтесь на какие-то блоги, где вам что-то предлагают. Ориентируйтесь на свое собственное ощущение. Если вы позанимались спортом и вам хорошо, вы чувствуете бодрость и прилив сил, значит, это ваш тип движения. Если вы поели и чувствуете наслаждение, прекрасное настроение, у вас хорошо на желудке, ничто не отрыгается и не происходит, и не урчит, значит, это ваша пища, она вам подходит. Да, поэтому одна из ключевых фраз в вашем, скажем так, методе, это кому что подходит. То есть индивидуальный подход. Индивидуальный режим. Это индивидуальный режим, и это очень важно. То, что хорошо, не знаю, вашему мужу, не значит, что будет хорошо вам и наоборот, или вашему соседу, или вашей подруге. Давайте еще не забывать, что мы живем в четырех сезонах. Они ярко выделены, эти сезоны. Да. У нас есть весна, есть осень, есть зима, есть лето. Это разное время заката, разное время восхода. А значит, наш организм живет в разных ритмах. И у нас смещается время завтрака, у нас смещается количество физической нагрузки. Летом мы размягчаемся, тело размягчается. Начиная с апреля по октябрь мы живем, так называемым, в мягком режиме. Значит, если вы хотите стартануть в каком-то виде спорта, я вот рекомендую многим, если вы хотите заняться чем-то вот так прям основательно, начинайте с марта месяца. Это очень важно. Не нужно начинать в ноябре, в декабре какие-то жесткие виды спорта. Ну, не знаю, там, тренажерный зал, железо, качалки, какие-то интенсивные растяжки и прочее. То есть, тело лучше всего готовить в летний, в мягкий период времени, когда жара. Очень хорошо, да. Да, оно становится гибким, пластичным, оно быстрее впитывает весь материал, и потом тело у нас обладает телесной памятью. И мы с вами говорили о том, меняется движение тела, меняется движение жизни. Вы знаете, есть... Это вообще замечательно. Да, есть такое очень важное движение, которое должно быть в жизни каждого человека. У нас в культуре оно не принято. Знаете, какое? Что это значит? Но в нашей славянской культуре и вообще в культуре многих народов это очень принято. Это танец. Любой танец. Любой танец. И знаете, какой танец? Простой, обычный, ничего не повторяющий, никакую стилистику, никакую... Импровизация. Просто импровизация. То есть, танец позволяет нам убрать лишнее напряжение, лишнюю нагрузку. Хотите, потанцуйте просто один дома. Ну, не знаю, включите любимую музыку. Сколько по времени, Александр? Ну, одну-две композиции. Вы просто потанцевали. То есть, минут пять-десять, да? Вот иногда танец, вот такой спонтанный импровизированный танец используют как очень хороший разогрев и разминку на разных спортивных каких-то мастер-классах. И даже в спортклубе иногда говорят, ну, давайте потанцуем, потому что вот это спонтанное движение, оно само тебя ведет в ту область напряжения и позволяет его убрать. Почему наши прародители, да, братья-славяне, они все время праздновали, там, вот у нас грядет там праздник какой-то, да, там, День Ивана Купала, обязательно сопровождалось танцами, под дудочку, под баян и так далее. Хороводы водили. Потому что люди, когда танцуют, вы, если обратили внимание, они испытывают радость. Да, да. А согласитесь, мы живем... Это вам не в тренажерном зале. Конечно, конечно. Гири поднимать. Большинство людей танцуют и испытывают радость. Я редко видел людей, которые, например, танцуют и плачут. Ну, правда. Поэтому танец как-то больше связан со словом радость. Почему? Да потому что происходит освобождение. Вот это очень важное движение. Потому что в танце нет обязательности. Знаете, если ты не на танц, там, не на конкурсе и по бальным танцам, да... А почему эта фраза? Я танцую от радости. Да. Он танцевал от радости. Так и правда, люди прям прыгают, танцуют, рад... Вот как выражается радость в теле? Это или прыжки, или это обязательно какие-то движения. Вот давайте посмотрим победителей. Это всегда какой-то восторг, это какое-то физическое проявление. В Наре есть такой национальный танец, который называется халлинг. То есть танец прыжков. Да, там... А в Шотландии... Кто выше прыгнет? Да и в России есть вот эти все, конечно. Мы если посмотрим, у нас очень много этнических культурных танцев, и они не случайно существовали, потому что таким образом народ расслаблялся. Понятно, что к этому потом добавилась культура питья, но вообще изначально культура танца существовала без всякого питья. То есть люди, вот, например, как в шаманизме, до сих пор вот эти шаманские танцы, да, если мы берем, например, эту культуру, там у них ничего не существует. Они просто получают экстаз от танца. Они входят в иное состояние просто благодаря тому, что они танцуют. Да? Да. Так как благодаря звуку или танцу? Конечно. Есть понятие ритуальный танец. Конечно. Когда он делается для чего-то, для решения какой-то жизненной задачи. Когда движения выполняют, ну, практически... Определённые функции. Определённые функции. Ну, говорят, что это магическую силу они выполняют какую-то, да, но это не решено смысла. Есть лечебный танец, есть психотерапевтический танец. Сейчас очень много, кстати, вот таких занятий, такие разные танцевальные школы, которые выполняют психотерапевтическую функцию, самую разную. Вот я очень рекомендую. И известная история о том, как, сейчас не вспомню фамилию, но женщина, которая болела онкологией, и она вытанцевала свою болезнь. Да. И стала здоровой. И она написала книгу об этом. Это можно найти в интернете, почитать. Вот как вытанцовывать свои проблемы, свои болезни. И стрессы. То и стрессы, о чём мы сейчас... С ней поговорим. И сейчас мы будем говорить, да. То есть танец, вот такой... Очень хорошо, что вы об этом рассказали. Есть такое направление ещё, вот психотерапия танцев. Танцотерапия, да. Танцотерапия, а есть ещё аутентичные движения. Аутентичные, это значит собственные движения, когда танец совершается в группе, под наблюдением ведущих тренеров, и он совершается закрытыми глазами. Вот я вам хочу поделиться, я очень хороший получил психотерапевтический эффект от такого движения. Да, это без музыки делается в тишине, аутентичные движения. Поэтому есть разные формы, которые нам помогают прийти вот к той самой гармонии. И это терапевтическое движение, которое на самом деле нас обеспечивает энергией, убирает какие-то лишние напряжения, блоки, телесные блоки, телесные зажимы, которые образуются. Потому что неверное движение в образе жизни, неправильное движение, если мы идём не к своей цели, оно вызывает что? Зажим телесный. Телесный зажим вызывает определённую симптоматику и страдает та или иная система или орган. И это называется психосоматика. Когда неверные движения отражаются в нашей жизни и в нашем теле, точнее в нашем здоровье, в виде симптомов. Это всё связано. Конечно, в виде проблем. Конечно, в виде проблем. Поэтому очень важно всегда быть вот в этом соответствии. Куда мы движемся в жизни, тогда нам будет на тактическом уровне, на ежедневном уровне понятно, как мы рационально расходуем энергию. Если мы видим цель через год, через три, через пять. Ведь люди целостные, которые занимаются реализацией, которые делают какое-то своё дело, у них все движения направленные. У них нет лишних движений. У них всё сопряжено и сосредоточено с какой-то целью. Энергозатратно, как они говорят. И если им задать вопрос, вот если бы ты оглянулся назад, вот перемотаем ленту жизни на пять, на десять лет назад, тебе бы что хотелось изменить? А он говорит, ничего. Вот это самый лучший ответ. С точки зрения психологии, это самый лучший ответ. Почему? Потому что человек прошёл тот путь, который его устраивает. И очень важно правильно тратить свою энергию в соответствии со своим характером, со своим темпом и ритмом жизни, со своим возрастом, что нельзя забывать. Да, и потенциал. И потенциал, потому что иногда хочется, эх, а там уже возраст не тот или потенциал не тот. Татьяна, вот концепция, вот мы прям ещё раз, последний буквально постулат, концепция заботы о себе, это уже как направление в психологии, забота о себе. В чём он выражается? Вот я беру мобильный телефон и на примере мобильного телефона рассказываю. Вот у него есть потенциал, один показатель, второй показатель – ресурс. Что такое потенциал у мобильного телефона? Это срок его эксплуатации. У нашего тела есть срок эксплуатации? Ну, конечно, и да. Примерно 120 лет. Примерно, да, да. Все об этом возрасте сейчас геронтологи говорят. Человек должен жить 120 лет. Должен. Но, к сожалению, не все живут. Но не все. Как сказал Николай Николаевич Дроздов, наш известный телеведущий, что для этого нужно жить высоко в горах, потому что именно там есть разряжённый воздух, который этому сопутствует. Надо работать пастухом, то есть жить на свежем воздухе, есть здоровую пищу. Но мы знаем, что в Абхазии живут достаточно много жителей. Но, к сожалению, не каждый из нас может поехать жить в горы, работать пастухом, и не каждый захочет этого. Ну, хотя бы раз в год мы можем съездить и в Абхазию, и в Крым, или ещё куда-то, да, и побыть там. Так вот, смотрите, есть потенциал, да, есть срок эксплуатации, срок жизни. Есть технический паспорт, условно говоря, нашего тела. И наш прибор под названием тело может очень быстро сломаться, да. К примеру, мы можем уронить этот мобильный телефон в воду или просто разбить его об кафель. Или, к примеру, неправильно его эксплуатировать, держать на зарядке там 5 дней, и он сломается. Вот точно так же тело мы можем перегреть. Перегреть стрессом, перегреть физической нагрузкой, перегреть неправильным питанием. И получается, что питание, движение и управление стрессом – это очень важные ресурсоры для организма, которые могут поддерживать твой потенциал, с которым ты пришёл в эту жизнь, твое тело. И тогда ты исчерпаешь свой технический паспорт или ты не исчерпаешь свой технический паспорт, потому что у тебя неправильные ресурсоры, потому что ты этими ресурсами сократил свой потенциал. Другими словами, ты об кафель разбил свой мобильный телефон. Вы прямо сейчас вот говорите, знаете, мне сразу почему-то это напомнило, такое сравнение, параллель автомобиль, да, у автомобиля тоже есть срок, то есть гарантийный срок работы, но есть и техосмотры, да, которые, если ты не проходишь техосмотры со своим автомобилем, то, простите, с ним может произойти всё, что угодно. Так и наше тело. То есть у нас есть какой-то ресурс, есть потенциал, и, конечно же, нужно проходить вот этот техосмотр и вовремя подливать и бензин, и масло менять, да, вот, если образом. Правильная эксплуатация, вот, забота о себе, это и есть забота о себе, да, эксплуатация, это и есть забота о себе, ежедневная эксплуатация, и я понимаю. То, что мы часто нарушаем или о чём мы вообще даже не задумываемся. Татьяна, а знаете, кто гробит быстрее автомобиль? Что? А я вам скажу, дети-мажоры, они очень быстро убивают автомобиль, знаете почему? Но они и себя быстро могут убить. Они и себя, а знаете почему? Почему? Потому что им подарили отец автомобиль, ну, или родители подарили. А знаете, почему человек гробит своё тело? Потому что мы напоминаем детей-мажоров, нам подарили это всё. Нам подарили. Бесплатно. Всё, что человеку даётся в этой жизни бесплатно, не ценится. И думается, что будет всегда так. Так всегда не будет. В 40 будет по-другому, в 50 будет ещё по-другому, в 60 ещё по-другому. Почему? Потому что потенциал организма будет заканчиваться. Он не бесконечен, и поэтому в этом смысле ваша, скажем так, программа заботы о себе... Она позволяет хотя бы сохранить потенциал. Да. Не растратить то, что дано природой, генетикой и родом. И напоминаю, что она очень доступна, понятна, и ничего здесь нет такого, скажем так, замороченного и сложного. Простые абсолютно принципы. Качество, умеренность. Сейчас у нас грядёт реклама, после которой мы уже поговорим о стрессе и об отдыхе. Как избежать стресса, как правильно заботиться о себе, чтобы избежать стресса, и как правильно отдыхать, чтобы избежать стресса, и вообще понимать, что такое отдых наш. Жизни и как заботиться о себе. Поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь. Сегодня у нас в гостях известный психолог и писатель Александр Державин. И мы говорим о том, как правильно заботиться о себе. Встретимся через несколько минут.